Микс Ньюз. Здравствуйте. На радио «Балком» программу «Встретились, поговорили». Иду я, Михаил Губин. Телефоны прямого эфира 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Сегодня у нас гость из Лондона, выпускающий редактор британского русскоязычного журнала, который я почитаю название как «Зима магазина», Илья Гончаров. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы выпускаете журнал «В Лондоне». Чувствуете ли себя наследником Александра Ивановича Герцога, который тоже выпускал журнал в Лондоне? Нет, не чувствую. Совсем? То есть декабристы вас не разбудили? Декабристы меня не разбудили, да. А сколько вообще русскоязычных изданий именно выходит в Лондоне и Божьей-Британии в общем? Порядка десятка. У нас там есть две газеты, у нас там есть, наверное, журналов шесть. У нас есть там интернет-издания, так что там у нас хорошо, палитра хорошая. И я понимаю, что есть издания и такие общественно-политические, и просто рекламные чисто с объявлениями. Да, там есть две местные газеты, которые работают на объявления. Там есть журналы, глянцевые журналы обычно, которые работают на рекламу. Такого что-то общественно-политического, серьезного крупного у нас большого нет. А журнал «Газета Англия», о которой вы работали, начинали, оно тоже, как я понимаю, из газеты объявлений выросло? Ну, в общем-то, да. У нее интересная история была. В 2005 году ее открыла компания денежных переводов «Опалтрансфер». Просто как приложение для себя, чтобы рекламироваться. А потом необходимость рекламы отпала, и газета стала существовать уже самым по себе, и неплохо развелась. А правда, что вы увидели объявление, что требуется главный редактор, и тут же себя предложили? Откуда вы это знаете? А? Откуда вы это знаете? Как готовился? Готовился. Хорошо, да. Действительно, да, я просто в 2008 году приехал в Лондон и шел по улице, выделил эту газету, и я был со своей девушкой, и сказал ей, смотри, когда-то я буду редактором этой газеты. Я только-только приехал, тогда у меня еще работы не было. Нет, в самом деле, он был написан «Требуется главный редактор». Действительно, да, в газете, да, и редкий случай, да, так редко бывает. Я же говорю, это мечта просто. Ну, там просто был один человек-редактор, всего лишь один редактор, по сути. Других не было. И эта женщина уезжала в другую страну, и нужно было ее заменить. И я, да, я пришел, и по объявлению подался, и меня взяли. Вот скажите, я понимаю, что вот в Латвии выходят русские газеты, потому что здесь живут люди, которые, ну, со времен Советского Союза, здесь русская, ну, не назовут даже диаспора, а коренное население. Все. Но ведь в Англии смысл же эмиграции, смысл отъезда в том, чтобы интригироваться, заговорить по-английски. Зачем им там читать на русском языке что-то вообще, кроме виду газеты? Ну, почему нет? Ну, как почему? Так они должны в них интегрировать. Ну, какие-то вещи, какие-то вещи, может быть, не особо пишут по-английски. Ну, какие вещи? О беременности герсогини или там что? Это все прочтешь. Ну, новости можно читать на любом языке. Да вот именно. Кто первый успел показать тебе свою новость, тот тебе и предоставил. Нет, нет, нет. Если смысл интегрироваться в английское общество, стать англичанином, британцем, зачем вообще читать там русские газеты? Это же все-таки не Брайтон-Бич, там же, наверное, другие люди живут. Ну, отличаются, конечно, люди, да. Но при этом, знаете, у меня такого ответа прямо однозначного на ваш вопрос нет. Ну, наверное, просто людям нравится читать на всех языках. Ну, то есть, они могут почитать что-то и по-английски, что-то и по-русски. Я сам читаю по-английски и по-русски. Иногда даже или читаю литовскую прессу в Лондоне. Ну, да вы из Литвы и по-литовски литовским языком владеете, да? Да. А, там же, наверное, большая литовская община. Ну, такая сопоставимая с русской, да. А вот в наших смысле латышей там как? Ну, латышей, вот прямо латышей их поменьше. Ну, просто Латвия сама страна поменьше, да, чем Литва. Да. И диаспора тоже поэтому небольшая. Там какие-то десятки тысяч людей, по-моему. Я не уверен, что там даже сто тысяч есть вот именно людей, у которых основной язык латышский, да. Но там очень много русских из Латвии тоже. И, наверное, я бы сказал, каждый четвертый русский житель Лондона, он из Риги. Ну, так по ощущению. Может, каждый пятый. Интересно. А вот, скажем, мусульмане, ислам, выходцы из мусульманской страны, они читают вас? Или у них уже совсем другая? Или там же есть у средних русских? А вы имеете в виду Среднюю Азию? Да, Среднюю Азию, выходцы, да. Ну, и есть, попадаются, читают, конечно, да. А вот у вас, значит, газета, у вас проект, журнал называется «Проект о жизни русских заграницах и о том, как тут на самом деле все устроено». Вот это очень такое смелое выражение. Получается, что вы знаете, как все на самом деле устроено. Вы можете сказать? Ну, мы знаем, а что мы не знаем, то мы узнаем. И делимся этим с нашими людьми. То есть, вы... А как там все устроено, можете сказать вкратце? Ну, там все по-сложному устроено. Это большая страна, там много разных аспектов, смотря что вас интересует. Да, вот про ваш вопрос. Зачем писать на русском языке? Есть вещи, которые на английском языке не пишут, потому что они для всей англоязычной публики очевидны, да. Как, не знаю, как устроена там школа, да. В Англии все англичане учились в школе, им не нужно это объяснять, да. А нашему человеку, который туда едет или везет сюда своих детей, иногда стоит объяснить, как там все устроено, чем отличается, например, вот от русской школы или от латвийской школы. Ну, я видел, вы там вот в последнем номере пишите про парковки, по-моему, для автомобилистов. Советы автомобилистов про автомобили. Да, 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 там факты и цифры про автомобиль, да, там чего сколько стоит, да. То есть, получается, именно вот на приезжих рассчитано все-таки, которые… Ну, скажем так, на приезжих, на тех, кто живет, в общем-то, на два города, может быть, на две страны. Ну, и для местных тоже, местные тоже нас читают с большим удовольствием. Да, интересно. А вот я помню, вы рассказывали в одном из интервью случай в газете «Англия» про рыбалку. Ну, что вы написали статью про рыбалку с советами рыболов, оказывается, рыбу в Англии можно ловить и отпускать. Да, была такая история, да, рассказать ее? Да. Да, ну, это был такой, наверное, самый большой мой конфуз, как редактором. Ну, это был конфуз всей редакции, на самом деле. Мы написали статью про уху, как варить уху, рецепт, и решили сделать плашку туда, где рыбу поймать свежую для ухи. И мы нашли водоемы, мы нашли какие-то места, где эту рыбу можно за деньги ловить, там покупать лицензию, причем лицензию даже покупать по весу пойманной рыбы надо было. Это прочитал я, это написал автор, это прочитал корректор, ни у кого не возникло никаких подозрений. Потом была такая история, что газета вышла, и какие-то люди прочитали и поехали куда-то вот за город в одно из этих мест ловить рыбу. Для ухи. Они поймали ее для ухи, да. Они поймали ее, и они готовились ее уже вынести, и тут их встретил работник этого места или хозяин, и говорит, что вы делаете, отпускайте обратно. Они говорят, как такое может быть, мы в газете же написали, что можно ловить. Он говорит, я не знаю, что написали в газете, тут рыбу можно ловить только в спортивную рыбалку. И в Англии вообще в пресных водах можно ловить рыбу только в основном в качестве развлечения, хобби, и потом отпускать. – Кстати же, многие, мне приходилось слышать, что отличие, скажем, тоже от Латвии, от России, то, что там нельзя просто пойти погулять в лесу, искупаться в реке, в любом понравившемся озере, что там все частное, все закрыто. Это не является какой-то проблемой? – Если частное, то, в принципе, гулять можно. Единственное, что там не нужно ничего портить, ничего рвать. Вплоть до того, что если хочешь собирать грибы, нужно желательно спросить разрешение у администратора этого леса, например. – А насчет искупаться в какой-нибудь озере в реке? – Знаете, я не купался в Англии, ни разу не могу сказать. – А вот говорят, что так просто нельзя. Что если какое-нибудь озеро частное, что там и фиг искупаешься. – Ну, англичане люди, в принципе, порядочные и добрые. Если вы купаетесь, никому не мешаете, наверное, вас не будут трогать. – Но вы не знаете, есть ли у вас закон по поводу доступности береговой линии? – Честно, не помню. – У нас в Латвии береговая линия должна быть общедоступной. – Да, в Литве такой же закон есть. – Да, да. А вот насчет Британии вы не знаете? – Не помню, да. Врать не буду. – Да, интересно. И все-таки вот ваш журнал называется «Зима». Вы утверждаете, что потому что зима, зима бывает только в России, и Россия сама ассоциируется зимой с шапками, с ушанками, с валенками и прочее. – Да, да, да. С чем-то теплым и уютным, да. – Вот так много чего нет, там грибов нет, там отчис нет, там еще чего-то. – Ну, когда мы это все задумывали, там мы говорили так, что зима – это не только время, зима – это еще и место, где русскому хорошо. – Хорошо. Имея в виду как бы наш журнал. – Не, на самом деле зимы нет, да, в Лондоне? Я просто никогда там не был, в принципе, поэтому я спрашиваю. – Ну, конечно, да, есть шутка, что в Англии один сезон круглый год – это осень, да? Или весна, кто как любит. – Ну, на самом деле, конечно, зима есть, она не такая холодная, как в Латвии. Там снега почти не бывает. За 8 лет сколько я там жил, там снег выпадал, может быть, 4 года, 4 зимы. – А нигде не бывает? На всей территории острова? – В Лондоне не бывает. Там по северне, конечно, и Шотландии снег бывает чаще. – Да. И то есть, в принципе, получается, что там не нужно этих ушанок, шуб, валенок. – Не нужно. – Да, ну и говорят, что не нужно отопления центрального. Вот я слышал, многие жалуются, что в лондонских квартирах холодно, нет центрального отопления и прочее. – Центральное отопление – это что? Это когда вот весь дом подключен к одной системе, и разным, вот когда наступает время, он подключается. – Да, именно. – Да, действительно, такого нет. Действительно, в каждой квартире свой бойлер, и каждый человек его включает, когда хочет, хоть летом сам платит за свой счетчик, который там у него стоит. Сам его ремонтирует. – И люди привычные более к низкой комнатной температуре, чем, скажем, те, кто на посевском пространстве. – Да, это в Англии чем исторически сложилось. Дрова дорогие, уголь дорогой. Поэтому многие дома даже до конца 20 века в Англии строились. В спальнях не было никаких батарей. Вот отапливался только ливенгрум внизу. – А, и оттуда все эти колпаки пошли ночные. – Да, это все эти ночнушки, колпаки, да. Оттуда англичане зимой летом ходят в одной одежде, им не холодно ходить там в сланцах на босу ногу зимой даже иногда. – А видели, да, если такое? – Я сам так стал ходить на восьмой год жизни. Я первые семь лет болел каждую зиму, а потом я перестал болеть и стал ходить так же, как англичане. Вот в этой вещи я хожу круглый год, в общем-то. – Да. – Ну, то есть, можно сказать, что вы там уже как бы растворились, ассимилировались. – Ну, как-то нет. Ну, я, понимаете, я дома говорю по-русски, я на работе говорю по-русски, поэтому по-английски я говорю меньше, чем по-русски там. Так что мой случай уникальный. Я русскоязычный журналист, да? – Да. – Поэтому я не скажу, что я растворился, но люди, которые там живут, без проблем внедряются, интегрируются в это общество за пару лет. – Да, но это было. – А вот этот пресловутый Brexit, он как-то, по-вашему, повлияет, окажет влияние на диаспору, на приезд новых людей или даже, может, прежнее покинут? Осложняются ли отношения между англичанами и приезжими? – Ну, отношения не осложняются точно, осложнится только процедура приезда для граждан Евросоюза. Вы имеете в виду русских, да? – Да. – Русскоязычных. – Да. – Ну, из Латвии, Литвы, да? – Ну, да. – Ну, в будущем будет приезжать немножко сложнее. Там, во-первых, нужно будет, даже тем, кто просто приезжает как турист, сейчас вышел из законопроекта, не знаю, примут его или нет. – Да, я читал у вас на сайте, да. – Он предполагает, что можно будет въезжать только по паспорту, то есть с европейским ID уже не проедешь. Но это только пока идея такая. И потом там будут какие-то приняты меры по защите своего местного работника. То есть какие-то должны быть преференции для британского работника, для британского гражданина. Это, опять же, только законопроект, еще пугаться не надо. – Ну, то есть вот по паспорту Евросоюза уже просто так в будущем не проедешь? – Ну, чуть-чуть сложнее будет. – Хорошо. – То есть как турист ты можешь, конечно, ездить, там, да, там, по-моему, на три или на шесть месяцев они планируют сделать без ограничений въезд на временное посещение. Но уже постоянно устроиться, работать, там, получать все возможные пособия, там, участвовать в рынке труда уже будет немножко сложнее. – И, возможно, больше вариантов, что, скажем вы, если тебя могут и отказать во въезде, или даже как-то выслать из страны, если ты не соответствуешь каким-то условиям. – Ну, теоретически вам и сейчас вроде могут отказать по каким-то, хотя нет, сейчас не могут. Но, возможно, смогут, да. – Да. – Не, ну, я просто, вы говорите, что отношение сложнится, а верят ли многочисленным сообщениям прессы о росте ксенофобских настроений, особенно тех, кто голосовал за выход Трехосоюза, что вот они как раз вот тщательно маскировали ненависть к приезжиму, вот часто у них все прорвалось, что вот находит, как бы, выражение даже зримое. – Ну, как-то, я, знаете, я не замечал ни разу. – Ну, люди, с которыми я живу, вся страна, прекрасные люди, я никогда практически не встречал там никакой ксенофобии. – И на улице вам там не говорили, и ж понаехали там? – Нет, никогда. То есть, даже если я, например, приехал поначалу, там не очень хорошо говорил по-английски, то все равно я разношал с людьми. – Ну, это приехали, по-моему… – Я устроил там какую-то работу свою временную первую, там, да, у меня там, я не понимал своего начальника, но начальник меня понимал, и мы нормально работали, то есть было все хорошо. – Ну, просто именно спиксируются случаи, особенно в отношении поляков, но также и сообщает вот и посол Литвы, и посол Латвии, что там какие-то случаи были негативного отношения. – Ну, какие-то, да, да, когда вот особенно проголосовали, почему-то тогда вот все были в ажиотаже таком, и немножко были какие-то случаи, да, что где-то кому-то в школе сказали, что езжай-ка ты в свою Латвию, там, да, или в свою Польшу. Да, ну, люди же склонны как бы преувеличивать плохое, да, люди склонны брать плохие случаи и выдавать их за какие-то постоянные, да, хотя это, по-моему, были разовые случаи. У меня много знакомых, много детей, никого в школах не преследовали, никому ничего не говорили. – Ну, я так понимаю, что именно вот как раз и приезжие, и вот и наши, в том числе, приезжие голосовали за то, чтобы оставаться в Евросоюзе. А кто, по-вашему, проголосовал против? За чего такой перевес получился голосов? – Ну, так, наверное, такая провинциальная Англия, которая в какой-то момент осталась без работы, задолго до того, как Прибалтика в нее вступила в Евросоюз. – То есть, они как бы обвиняли приезжих в том числе? – Ну, как мне кажется, да, вот мое просто личное мнение, это какая-то вот такая недовольная глубинка, которая, там, может быть, живет похуже больших городов, и ей нужен был кто-то, кого нужно было обвинить в этом, да. – В какой-то момент они стали обвинять иммигрантов, ну, потому что это самый, это на поверхности, это самое. – А по-вашему, вот эти параллели с голосованием за Брэксид и с избранием Трампа, той же глубинкой, они как-то оправданы? – Возможно, да, в Америке тоже есть свой железный поезд, так называемый, да, вот эта Средняя Америка, которая когда-то производила, там, сталь, железо и все остальное, и потом осталась без работы, когда все производство ушло в Китай, там, тоже эта часть страны осталась, в общем-то, не у дела, почувствовала себя никому не нужной, и тоже, конечно, возможно, с большим удовольствием проголосовала за Трампа, потому что он показался таким защитником обездоленных им в какой-то момент. – Ну, а здесь то, что вот они считали, что если не будет приезжих, будет меньше, что они будут лучше жить? – Ну, наверное, они так считали, да. Они почему-то очень думали, что приезжие забирают много времени у докторов британских, да, то есть это нагрузка на НХС, на национальную систему здравоохранения. Потом как-то сели, посчитали уже по цифрам, выяснилось, что не такая уж это большая нагрузка, а что в качестве, там, налогов, например, работающие мигранты приносят гораздо больше, чем получают из бюджета. – А вообще вот пресловутые, ну, вот пресловутые, как я понимаю, пособия, какие-то, какие-то социальные помощи, социальные выплаты, а на самом деле такая значительная для приезжих? – Ну, для тех, кто не может сам себя обеспечить, конечно, да, это помогает людям, да. – То есть, можно сказать, что Британия – это социальное государство? – Ну, в общем, да, может быть, не такое, как Скандинавия, может быть, немножко более капиталистическое, более жесткое, но все равно там, если у тебя нет работы, то ты с голоду не умрешь. – А что, и образование бесплатное? – Школьное бесплатное, университетское образование платное для всех, но там очень развитая система кредитов, там найти деньги на образование – не проблема. – Да, ну, просто так послушаешь. Нет, я, может, задаю чисто такие вопросы, но вопросы, может, не по теме, просто мне интересно, поскольку вряд ли я когда-нибудь приеду в Британию, тем более, говорят, что вот грядут катаклизмы и все британские острова потонут, не дай бог, конечно. – Ну, нет. – Вот у нас в гостях Илья Гончаров, выпускающий редактор британского русскоязычного журнала «Зима. Магазин». – «Зима», просто «Зима». Магазин – это журнал по-английски. – Хорошо, как по-английски произносить название? – «Зима». – Просто «Зима». То есть журнал «Зима» и все, который, тем не менее, пишется латинскими буквами название. – Да, для этого. И хочу также вас спросить про англичан. Вот мы, значит, все-таки, мое поколение было воспитано на образе англичанина, как именно Чопорнова, там, Шерлока Холмса и прочее. И мы увидели этот англичан, этих вот бушующих участников, мальчишников, болельщиков и прочих, которые там мочатся на наши исторические ценности, памятники и прочее. И я подумал, это что, англичане? – Вы знаете, у них есть какая-то такая очень интересная особенность. Там дома у себя они ведут себя, в общем-то, более-менее хорошо. Ну, за исключением, может быть, пабов. В пабе они также напиваются, как и здесь. А когда они выезжают куда-то на отдых за границу, там, в Испанию, в Португалию, сейчас вот в Латвию, там, еще куда-то, то британский турист становится каким-то диким неуправляемым существом. Это действительно так? Это, как правило, такие британцы рабочего класса, ну, или среднего максимума. Да, они так себя ведут, это замечено давно и многими, ну, я не знаю, как это объяснить. – А что это Чопорнова? – Наверное, для них отдых – это, в первую очередь, выпивка, а где выпивка, там и шум. – Ну, что это классические англичане? Видно, из экранизации нам знакомые. Чопорные, там, такие закрытые, невозмутимые, да. Есть они вообще? Или только... – Они есть, ну, они, да, вот такой стереотип, как есть в нашем русском и прибалтийском сознании, таких людей довольно мало. Это все такой высший класс, в принципе, не каждый день встретишь такого человека на улице. И обычно ты не живешь, если ты простой парень из Литвы, да, обычно ты не живешь в тех местах, где живут они. И редко попадаешь в общество, где они бывают. Так что, они, конечно, бывают, но это редкая птица. – Ну, где-то там далеко. То есть, какое-то все-таки есть, да, разделение сословное? – Ну, Англия очень классовая страна, да. Ну, всегда считалось, что три класса, да, было. Ну, сейчас, вот, лет пять назад ученые посчитали, что сегодняшних классов уже семь. – Это кто? – Ну, раньше было working class, middle class и apple class, да? – Да. – Ну, и между ними там еще какие-то прослойки. А сейчас, слушайте, я сейчас даже не вспомню. Помню, что там отдельным классом были эмигранты, и отдельным классом там были люди, которые образованные, но не зарабатывают. То есть, например, какие-то работники креативных индустрий, художники какие-нибудь, да, они образованы, они могут там поддержать разговор о литературе, об искусстве на уровне аристократа, но у них при этом дырка в кармане. И они там живут, может быть, на какие-то случайные фрилансерские заработки, или, может быть, даже на пособие. – Да, и высший класс – это дочинно там дворянство там, и высшая… – Ну, да, аристократия. – Аристократия и прочее. Да, очень интересно. Мы продолжим разговор о Британии и британской прессе и тому подобным с Ильей Гончаровым, пускающим редактором британского искусственного журнала «Зима». Не переключаясь, продолжим после небольшого перерыва на новости и рекламу. Итак, мы продолжаем беседовать с гостем из Англии. В рамках программы «Встретились, поговорили» на сквознях выпускающий редактор британского русскоязычного журнала «Зима» Илья Гончаров. Здравствуйте, ведет программу Михаил Губин. А скажите, а вы в совершенстве обладели английским языком? – Ну, я говорю с акцентом, но, в принципе, без проблем. – Ну, вот, скажем, вы все можете понять, все прочесть там, что… – У англичан очень много диалектов. И некоторые диалекты я не понимаю. Я не до конца понимаю диалект кокни. Это вот восточный Лондон, графство Эссекс и так далее. Немножко сложности у меня с пониманием северного акцента, например. Ирландцев я не очень хорошо понимаю иногда. То есть, я могу понять, о чем они говорят, но вот не каждое слово. – А скажем, какие-нибудь сленговые жаргонные выражения есть? – Ну, базовые знаю, а какие-то, которые пореже встречаются, ну, нет. Ну, по ситуации могу, наверное, разобраться. – Ну, в принципе, так вы уже без препятствий. Вы знаете, вот по самому Лондону, там есть какие-то районы, куда, скажем, белым людям европейской внешности опасно появляться или нельзя? – Нет, таких районов нет. – А что, вот говорят, целые районы мусульманы, где мечети, там, что они делают, неизвестно. И имя Мухаммед самое популярное в Лондоне. Вот с этой стороны как? – Ну, имя Мухаммед просто, оно очень популярно мусульманам. Каждого четвертого мальчика называют Мухаммедом. Это просто вот значение этого имени именно в мусульманской комьюнити. Поэтому, ну да, оно стало за счет этого самым популярным и в Англии. Потому что это имя просто во много раз чаще, чем другие имена. – Хорошо. Ну, вот вы сталкиваетесь, например, с мусульманами, с мусульманскими беженцами, с коренной имя мусульманами? – Ну, я первые лет пять я жил в районе Тауэр-Хамлетс, где жили, там, половина населения были бенгальцы. Но это были нормальные, мирные люди, да, у них там были мечети, они были, да, ходили все в традиционной одежде, вот этих коротких штанах, с бородами, в этих шапочках своих. Ну, никаких проблем я с ними не имел, в принципе. – То есть, никакого такого напряжения, противостояния или там не существует? – Нет, ну, были иногда, знаете, иногда были какие-то вспышки, какой-то ксенофобии, какие-то случаи, когда, ну, кроме терактов, мы сейчас не будем говорить о терактах, да, именно вот на бытовом уровне, да, какие-то люди пару раз приставали где-то к женщинам, там, в районе, да, в районе White Chapel, где там у них основная мечеть, и требовали, чтобы там люди перестали целоваться, например, да. – Да. Это было такое один или два раза, этих людей нашли, осудили, там, посадили, потом выпустили. Один из них был, кстати, даже и английского происхождения, какой-то рыжий мальчик, там, из восточного Лондона, который поменял себе именно исламское, и, значит, стал приставать, отсидел сколько-то месяцев в тюрьме, вышел, извинился, сказал, что я неправильно понимал ислам, я больше тут не буду. – У меня, кстати, тоже был случай, вот у нас есть мусульмане местные, латыши даже, я знаю их, которые стали таковыми, учась в Лондоне, то есть, они учились в Лондоне, жили там где-то в одной комнате с мусульманами, и на них такое впечатление, что они приняли ислам и приехали сюда, обратно в Ригу, уже будучи мусульманами. – Ну, бывает и так, да. – То есть, в принципе, можно сказать, что распространяется ислам, и Англия когда-то станет действительно Лондонстаном, там, Англистаном и прочее? – Ни от чего нельзя зарекаться, но ислам действительно распространяется, это во всем мире самая распространяемая религия, быстрее всего растущая. Ну, возможно, когда-нибудь через лет кто такое и случится, а может и нет. – Ну, то есть, в принципе, вы такого вот опасения или теорию заговора не поддерживаете? – Ну, при моей жизни это не случится, я уверен. – Да, ну, количество мусульман растет, в Лондоне, наверное, там, четверть населения мусульманий или мусульманского происхождения, ну, ничего плохого в этом не вижу. – Я просто спрошу вас о таких распространенных стереотипах, которые у нас, и в основном, конечно, благодаря средствам массовой информации возникают, просто вот, и вы как-то все прям отрицаете. – Ну, когда живешь там, кажется, все не так страшно, ну, потому что, наверное, в прессу вот вам сюда попадают только какие-то изрядные случаи. – Конечно, безусловно. – Какие-то громкие, скандальные, да, а повседневная жизнь, которая 364 дня в году идет, она к вам не попадает, да? – Да. – Поэтому, может быть, кажется, что в Лондоне там постоянно какие-то конфликты идут, а на самом деле там было за столько лет, сколько там живу, там, несколько вспышек, там, вот, не вспышек, даже просто несколько случаев такого, какого-то противостояния странного. – Ну, это все быстренько заминалось, все там полиция работала оперативно, и все было хорошо. – Да, но теракты, тем не менее, были. – Теракты были. – И что-то после них изменилось? – Ну, как, конечно, люди стали больше тревожиться за свою безопасность, да? Люди стали задумываться о том, как им обезопасить себя и своих близких, как им себя вести, в каких местах появляться, в каких нет. – Ну, при этом, да, при этом, как бы, тоже не будем, как бы, делать вид, что мы этого не замечаем, там, большинство, все последние теракты в Лондоне, совершение людей, которые называли себя мусульманами, действительно, но я не замечаю в Лондоне и в Великобритании какого-то антиисламного роста, сильного роста антиисламского настроения, я его не вижу. – Давайте попробуем принять звонок, возьмите наушники, пожалуйста. – Слушаю вас. – Добрый день. – Здравствуйте. – А вот не подскажете, смотрите там телевизор, радио, вот как там работает сторона, обе стороны пропаганды, да, вот. Я слышал такое, что там люди верят, что чуть ли не сам Путин кормил спортсменов с ложки… – Допингом. – Допингом, да, и, а другая сторона, наоборот, утверждает. Ну, вот, насколько работает в Лондоне пропаганда? Обе стороны интересны. Спасибо. – Да, спасибо. – Слушайте, ну, я пропаганды там особо такой не замечал. Ну, конечно, да, британские СМИ, возможно, склонны немножко демонизировать Путина, но не так сильно, как раньше. Сейчас там уже другие демоны, сейчас уже Трамп. – Все-таки, да? – Ну, как-то да, ну, я, ну, да, немножко есть вот, да, эти, это отношение к России, что, да, Россия – это немножко такая страна, страна зла, да, чуть-чуть. Ну, ну, не сильно, это, Россия не так часто всплывает там, как в Латвии, в СМИ, то есть в Латвии, в СМИ, и в латвийских, и в латышских, и в русских, да, Россия постоянно фигурирует, да, как такой опасный сосед или там близкий друг, да. А в Великобритании там много других соседей, в Великобритании много других проблемных стран, там, и Саудовская Аравия, и США, там, и, там, Африка, и Великобритания озабочена всем миром. То есть, ЕДЕ сделала до всего мира, они такие очень, немножко у них это имперское осталось, что они интересуются Индией, Китаем, там, и всем. И Россия просто одна из стран, в которой что-то иногда происходит и вызывает озабоченность у британцев. Ну, вот сегодня обсуждают там какой-то случай, связанный с Россией, ну, а завтра переключились уже на Иран, например. – То есть, каждый день там про Россию Путина не пишут в газетах? – Нет, не пишут. – Даже в связи с этими, ну, всякими скандалами? – Ну, если вы откроете, конечно, там какую-то большую красивую газету, там, Телеграф, например, да, или Телеграф, то, конечно, там на развороте, где иностранные новости, какие-то будут новости из России, наверное. Там, ну, по бизнесу, может быть. То есть, какие-то регулярные вещи освещаются, только нужно найти где. – А вот газеты, британские прессы, вы читаете? – Ну, да, читаю. – Она выходит или там всего большого интернета выходит? Или бумажные, вот это традиция? – Бумажные идут, бумажные печатаются. Конечно, они все уже сами признаются, что бумажные читают гораздо меньше, чем сайты, но они по-прежнему выходят, это статус газета, это очень уважаемое заведение, уважаемое предприятие. – То есть, вот эта традиция, там, газету почитать, там, скуря трубку, с кофе, это все есть. Ну, во-первых, там же есть бесплатные газеты, да, и в них стандарты метро, которые люди читают, это самая читаемая газета, именно бумажная, да, потому что они бесплатные, их раздают в метро. Ты садишься, едешь полчаса на работу, и в это время читаешь утреннюю газету. Они такие маленькие, они такие дайджесты, то есть, там меньше колонок, больше коротких сообщений, как раз чтобы вот за полчаса пролистать, посмотреть и знать, что происходит. – Ну, получается, что там нет кризиса такого печатной прессы, скажем, в остальном мире и у нас? – Ну, тиражи снижаются у них, да, покупают меньше, но зато больше посещают веб-сайты, и британские СМИ сейчас осваивают возможность монетизировать уже посещение веб-сайтов. То есть, они предлагают больше платных подписок, у них там развитая система рекламы, они начинают учиться зарабатывать на сайтах уже. – Да, ну вот у вас, я понимаю, есть и журнал «Зима», и сайт тоже. – Да, у нас журнал «Зима». – Нет, в Нишине действительно как-то окупается издание бумажного именно, в бумажном виде издания печатной прессы. Многие же просто, именно я знаю, и бывшие бумажные целиком ушли в интернет, отказались. У нас вот такое… – Ну, у нас бумаги мало, у нас ежеквартальный журнал, мы уходим четыре раза в год, тиражом 10 тысяч, так что это немного. И, в принципе, журнал до сих пор хорошо покупает рекламу. Глянцевая реклама еще как-то более-менее держится на плаву. Я не знаю, как у вас, а у нас там мы продаем. – Я в бумажном виде не видел, но интернет-сайт, у вас впечатление, что у вас действительно глянцевое такое издание. – Да, да, журнал у нас такой прям журнальный журнал. – Красивый. И я понимаю, что не все, что на сайте попадает… Наоборот, не все, что в бумаге попадает на сайт. – Все, что в бумаге попадает рано или поздно на сайт, но на сайте у нас гораздо больше всего. То есть, там у нас и новости, и разные какие-то вещи, как купить автомобиль, сколько стоит. – Подождите, но если на сайте больше, чем в бумажном виде, зачем покупать бумажный тогда? – Ну, потому что, во-первых, это красиво. – Да, это да. – Это правда красиво, это красивая верстка. Люди покупают журнал. Его можно много где и бесплатно взять, во-первых. Не обязательно тратить деньги. А так он продается, по-моему, то ли за 8, то ли за 10 фунтов, там, где он продается. Это не так дорого. Раз в три месяца можно себе позволить. Это красивые фотографии, красивые развороты, все красиво сделано. Просто приятно подержать в руках, когда ты пьешь кофе, например. – Да, и тем более на русском языке. – На русском языке. – А кто покупает? Вы знаете, вот на вас написано, что вы изучаете, мы изучаем нашу аудиторию с помощью профессиональных исследований. Поделитесь результатами исследований. – А да, это у нас было исследование, и, правда, им занимался не я, я там просто сидел параллельно смотрел, как это мои коллеги делают. Я тут, может быть, не все могу там хорошо рассказать, но в общих чертах-то мы заказали одной российской компанией исследование русскоязычной и британской аудитории. Нам посчитали вообще все, начиная с того, что нам посчитали всех выходцев из Евросоюза. Они взяли переписи, все открытые данные, которые есть. И они насчитали нам порядка, я вам сейчас скажу, что-то типа 700 тысяч выходцев и их потомков с территории Советского Союза. Сколько из них является нашей потенциальной аудиторией и русскоязычными людьми, тут вопрос, потому что далеко не все потомки, например, каких-то латышей, литовцев или даже поляков сейчас говорят по-русски. Далеко не все даже потомки русских говорят по-русски. Но какая-то все равно большая доля является нашей потенциальной аудиторией. В Великобритании давно-давно, уже лет, наверное, 5, идет вопрос, сколько русскоязычных в нашей стране. И называется цифра 300 тысяч, и одни ее категорически не приемлют, и говорят, что намного меньше. А другие говорят, 300 тысяч есть. А кто-то говорит, что даже и больше. И никак посчитать это невозможно. Потому что можно, конечно, посчитать по количеству людей, получивших визы, по количеству людей, которые зарегистрировались как из Евросоюза, приехавшие, с гражданством Латвии, например. Но является ли это гражданин Латвии русскоязычным? И до какой степени он владеет русским языком? Он, может быть, это его родной язык, а может быть, у него язык на уровне прочитать объявления в газете и не больше. Да, кстати, наше министерство не знает, сколько точно жителей Латвии. Русскоязычное такое, как сланцевая нефть. Трудно определить, сколько ее там. И вот эти люди, они все ваши потенциальные именно. Ну да, потенциальные. А реальные? Реальные что? Реальные читатели. Не потенциальные, а вот действительно читатели. Было определено... Сколько читателей? Да, читателей. Ну, смотрите, тут как я могу сказать? 10 тысяч мы напечатали первого номера зимы, да? Он еще пока расходится. Вот уже следующий номер будет, да? Но еще где-то у нас там экземпляров, наверное, 500 осталось. Хорошо. А вот, скажем, там... А вы посылаете экземпляры обязательно в британскую библиотеку? Да, обязательно, да. Конечно. Каждый номер. И газету тоже посылали? И газету посылали. Из газеты было вообще там, знаете, иногда там почта не работала, какой-нибудь выходной день был, да, в понедельник. И нашу газету, которую мы каждую неделю печатали, присылали просто на день позже. А у них автоматически приходит циркуляр. Страшный-страшный циркуляр. Что вы нарушили законодательство, там, о прессе Великобритании, если вы нам немедленно не отправите этот экземпляр, моср штрафуем на страшные деньги. Слушайте, а они там хранятся в бумажном виде или оцифровываются, вы не знаете? Вы знаете, я ни разу не был. Я знаю, что это, наверное, в каждой стране есть, да, эти хранилища бумажной прессы. Я знаю, что в Москве, в Ленинской библиотеке, они хранятся в химках, да, там отдельное хранилище, отдельное просто корпуса, здания стоят, где эти архивы. Но я ни разу не был сам, я не знаю, как это выглядит. Ну, сам факт приятный, что вот ваше детище хранится в какой-нибудь библиотеке, а в Британской. Ну, там много чего там нет. Мои данные хранятся в разных ведомствах силовых тоже, да. Как у любого другого жителя Великобритании. Именно плоды вашего труда. Ну, плоды тоже приятны, да. Скажите, а вот мы говорили об адаптации в Великобритании, а прочее. Вот вам там не хватало чего-нибудь, я имею в виду, там, продуктов каких-то и прочее? Вот много пишут, что там по гречке тоскуют и прочее. В Лондоне есть все. Нужно только поискать и найти. Ну, и, возможно, поехать немножко подальше, чем в твой район. Сейчас там полным-полно литовских магазинов. Пресловутых. Да, пресловутых. Как правило, русские, латвийские, все наши ребята-эмигранты, они чаще всего ходят в литовские магазины. Их почему-то больше всего. И литовские магазины торгуют у нас всем. И латвийскими шпротами, и русской гречкой, и украинской водкой. То есть, в принципе, если там замучила ностальгия, можно все это найти? Конечно. Ну, наверное, дорого. Уже даже и в больших супермаркетах начинают появляться восточноевропейские отделы. Они, правда, чаще всего польские, потому что поляков-то больше, чем всех наших ребят вместе взятых. Ну, и там можно взять какую-нибудь гречку или какой-нибудь морковный сок польский, да? Кубаса. Ну, замечательно. Хорошо устроить. И, в принципе, ничего такого не может произойти, чтобы вы, скажем, вернулись в Литву или в Россию? Ну, если в будущем когда-нибудь у меня будет какой-нибудь интересный проект, где-нибудь там в Литве или в России, я, возможно, приеду, ну, не отказываясь от этой идеи, да? Но, в принципе, я пока не вижу, чтобы меня что-то тянуло из Великобритании. Но вы же не являетесь никаким политическим иммигрантом, ничего? Вам же вход свободен в ту же Россию и прочее. Да, я могу и в Россию поехать. Я там редко, правда, бываю, раз в год, в два, наверное, или в три. Ну, вы же, вот, как я понимаю, получили премию от президента России за развитие... Да, это была почетная грамота, ее получил не я, ее получила газета Англия, да. За большой вклад сохранение русского языка и культуры, а также в дело консолидации соотечественников второго бежуга. Такая была формулировка. Была такая формулировка, да. Как же вы их там консолидировали? Именно тем, что вот они покупали эту газету? Ну, видимо, да. Понимаете, это не я придумал эту формулировку, я придумал ее. Вы понимаете, просто интересно. Видимо, в администрации президента. Я не очень понимаю, что они имели в виду. Ну, наверное, да, наверное, самим фактом своего существования мы как-то консолидировали. А вклад в развитие русского языка и культуры? Ну, мы старались его не портить. Старались не делать ошибок. А, кстати, вот... Правильно ставить запятые. У нас был корректор на зарплате. Может быть, тем самым мы как-то, если не развивали, то хотя бы укрепляли и поддерживали русский язык. Подождите, а вот насчет русского языка. Я знаю, например, вот в израильский... В израильский русский язык там масса слов, которые просто не поймешь. Ну, и в других странах. У нас тоже, кстати, вот можно почитать такие слова, которые не жители Латвии, в русских детях, он даже его и не поймет. А вот английский язык в этом смысле наложил какой-то... Есть какие-то используемые слова и выражения, которые только вот там используются в русском языке? Есть такие, да, есть такие. Ну, какие-то реалии, для которых нет слов в русском языке, естественно, они начинают замещаться какими-то английскими словами или с русскими словами, образованными от английских слов. Ну, например, у нас там все, там, классический пример, говорят, все взять автобус, да. Не поехать на автобусе, не сесть на автобус, а взять автобус. Ну, это калька, да? Это калька, да, take a bus. Да. Там, я не знаю, ну, слово бенефиты вы знаете, да? Да. Да, да, это вот в России же и в Латвии не говорят бенефит, но говорят пособие или по-другому как-то. А там бенефит как бы и бенефит. Нет, я просто заметил, что и в тех же, в Балтийских странах там тоже русский язык отличается, и, например, в эстонском русском есть такие слова, которые нет, в латвийском русском, и в латвийском тоже есть своя... Ну, русский язык везде разный, это нормально. То есть, впоследствии может быть какой-то и сформироваться совершенно отдельный русский язык. Ну, он уже сформирован, он уже есть, в принципе, это практически тот же самый русский язык, только с какими-то отдельными элементами, вот, типа бенефиты. Замечательно. В общем, а в конце хочется, конечно, задать вопрос банальный, ваши творческие планы. Мои творческие планы, я вот сегодня сяду на самолёт и полечу в Лондон, и буду работать. Я вот был две недели в отпуске, ничего, я уже не помню, что там происходило, вернусь, буду работать. Я понял так, что вас вот кое-что удивило у нас в Латвии. Вот по сравнению, поживя в Англии, возвращаясь на постсоветское пространство, вы чему-то так удивляетесь? Вы знаете, у вас сейчас здесь как-то необычайно холодно для меня. Хотя это ещё не зима, это ещё, в общем-то, люди ходят как бы в довольно-таки осенней одежде. Кальш-стрима нет у нас тут, конечно. Как-то вот такое ощущение, что вот такой осени в Лондоне нет. Вроде она и не очень как бы холодная по градусам. Вчера было вообще лето, я считаю, по нашим понятиям. Да, но как-то я немножко отвык вот уже от такого. Вот Москву напомнило мне. Хотя вроде как бы Рига город такой возле моря, да? Такой климат помягче должен быть, но всё равно как-то посуровее, чем в Лондоне. Да. Ну что, желаю вам не простудиться и благополучно вернуться в Лондон и радовать нас печатным изданием. Это был выпускающий редактор британского русского журнала «Зима» Илья Гончаров. Спасибо вам большое, будете в Риге, заходите. Спасибо, всего доброго. Счастливо.